Всем привет! Я давно занимаюсь покупками в китайских интернет-магазинах, да не только в китайских, но и в английских, в японском даже покупал как-то раз. Очень много вопросов в моем видеоканале, в комментариях, в ютубе и вконтакте приходит очень много вопросов однотипных, одинаковых, как зарегистрироваться, как ввести свой адрес, как покупать, как то, как все, как выбирать. В принципе, я как бы такие разрозненные видео снимал, но сейчас я решил снять более подробное видео, разбить его на подкатегории и чтобы рассказать и разжевать каждому из вас, кто только встал на путь покупок из Китая, как регистрироваться и как это все делать, надеюсь, более понятно. Сегодня мы начнем наше видео с интернет-магазина, магазина dx.com, язык заговаривается. Давайте-ка приступим. Итак, вот наш интернет-магазин dx.com. Скажу сразу, это мой первый интернет-магазин, с которого китайский, с которого я начал свою деятельность, покупок. Первый раз я заказал какую-то фигню, короче, здесь. Итак, нам нужно зарегистрироваться. Чтобы зарегистрироваться, нам нужен, естественно, почтовый адрес. Вот я здесь уже сделал свой почтовый адрес dxhelp.yandex.ru Специально для регистрации на dx.com. Давайте-ка Join Free нажмем. Присоединиться бесплатно. Что-то нам предлагает. Ладно. А, новая у них, новая форма регистрации. Ну вот, самое замечательное. Итак, нам нужно указать свой почтовый адрес. Почтовый адрес у нас... Ой, не почтовый, а адрес электронной почты. Вводим наш адрес электронной почты dxhelp.yandex.ru Пишем имя, фамилию. Давайте-ка First Name. Желательно писать по-английски в Литнице. Сергей. Если вы не умеете писать по-русски в Литнице, есть вот такой чудесный сайт translate.net. Здесь мы можем просто вот так вот... Сергей. Ой, господи. Так, и в Translate. Нажимаем. Ну, можно вот так вот. Вот я маленечко неправильно... Ну, не суть важна. Придумаем пароль. Так, это не по-русски. Так, 6 символов из 20. В принципе, все. Давайте-ка повторим пароль еще разок. И теперь нам нужно ввести капчу. Это от массовых регистраций. Ввели. Мы принимаем политику dx.com и соглашаемся принимать каждую неделю эксклюзивные купоны на заказ. И нажимаем создать аккаунт. Тут же есть еще войти через Facebook, но, если честно, никогда бы не рекомендовал вам пользоваться регистрацией и входом в интернет-магазины. А входом через социальные сети. Социальные сети могут сломать все, что угодно может быть. А все-таки какие-то данные о карточке на сайте могут сохраниться. Ну, не дай бог. Банально сделали заказ, а ваша социальная сеть что-нибудь ёкнула, и вы, например, в интернет-магазин больше не сможете попасть. Нажимаем создать аккаунт. Говорим нет, не нужно сохранять. Все. Мы попали в наш интернет-магазин. Так, а что это? Checkout. Checkout. Ага, ну вот. Чтобы подтвердить нашу регистрацию, нам нужно дождаться письма от dx.com, активационного. Что-то оно долго как-то идёт. Давайте-ка нажмём. Наверное, отправить ещё разок. Нет. В спам у нас не попало. Как правило, всегда проверяйте в спаме. Мало ли, бывает и такое. Отправили ещё разок. Письма не... Ну, давайте-ка подождём. Ну вот, прошло, наверное, часа четыре, хотел сказать, минут тридцать, и мне, наконец-то, пришло аж четыре письма с dx.com. Так, давайте-ка подтверждаем мы свой почтовый адрес. Верификация проходит отлично. Всё, мы, получается, что попали в свой аккаунт. Тут у нас дали нам вот такой вот никнейм. Если что, мы можем перейти в свой личный кабинет. My Profile. Вот сюда. И, в принципе, я так понимаю, вот здесь мы можем поменять свой никнейм на более красивый. Выбираем, что мы... Мало ли, кажется, вот так вот. Где мы живём, выбираем. TX, Россия, Россия, Россия. Фото можно. И день рождения. Сохраняем всё. Сохранение принято. Здесь мы можем изменить пароль. Ну, все любые наши действия это всё вот здесь вот в моём профиле. Также нам нужно заполнить наш почтовый адрес, на который мы будем принимать посылки. Точнее, на тот почтовый адрес, куда будут высылаться посылки. Напомню, что если у вас есть паспорт, вы можете указывать свою фамилию, имя, отчество и свой почтовый адрес. Если вам меньше 14 лет, паспорт у нас 14 выдаёт, то указывайте фамилию, имя, отчество родителей, одного из родителей и тот почтовый адрес, где проживают ваши родители, чтобы потом с ними сходить, именно с ними, с паспортом сходить, с ихним паспортом, вам посылку никто не отдаст. Добавляем. Так, теперь я хотел бы ещё подсказать, что многие пишут, что можно указывать почтовый адрес русским языком. Какие-то магазины, да, позволяют это делать, но народ, магазины отправлять отправляет, а почтовая служба не всегда, особенно в Китае, может правильно, например, прочитать ваш почтовый адрес. На таможне на китайский могут неправильно прочитать ваш почтовый адрес. Может произойти всё, что угодно, даже во время печатания на листиках вашего почтового адреса у китайцев на компьютере нужных шрифтов не будет, и ваш почтовый адрес не напечатается нормально, по-русски именно. Так что я советую, обязательно советую заполнять почтовый адрес в литнице. Итак, здесь мы заполняем. Кто у нас будет получать? Я заполняю себя. Также говорю, если у вас нет 14 лет, то здесь заполняйте одного из родителей. Возможно родители, брата, сестры, тети, дяди, те, кто смогут с вами сходить и получить вашу посылку. Так, что из обязательного? Так, улица. Город. Улица. Многие пишут, что не могут нормально переделать в литницу транслит свой адрес. Давайте-ка. Что у нас здесь? Нам нужна улица. Так, улица. Ага, улица, скорее всего, сразу же дом и квартира. Давайте-ка улица. Если у вас именно улица, советую писать улица Ленина. Так, неправильно. Господи. А, вот так. Улица Ленина. Дом. Дом 5. Квартира. 4. Переводим в транслит. Вот у нас пишется. Улица Ленина. Дом 5. Квартира 4. Так, ага. Назад у нас не ворачивает. А, нет, ворачивает. Если у вас переулок, проспект, то тоже это можно указывать, нужно даже указывать. Потому что у меня в городе, например, есть переулок Нахимова, а есть улица Нахимова. И было такое, что посылки не доходили у народа. Так, давайте-ка пишем. Переулок. Переулок. Вот так вот. Ленина. Дом 4. Квартира 1. Если у вас там какие-то регионы, село, то лучше указывать туда. Город. Город. Давайте-ка. Новосибирь. Ух ты, блин. Новосибирь. Новосибирь. Все, указал. Сюда копирую такой же телефон. Е-мейл. Ага. Или что, плюс не надо? Ага, ну вот, плюс не надо, оказывается. Е-мейл пишем свой. DXHelp. Яндекс.ру. В принципе, е-мейл указывать не обязательно. И zip. Посталкод. Новосибирск. Почтовый индекс. Новосибирск. Индекс. Новосибирск. Смотрим почтовые индексы. Вот он, наш почтовый Пашина. ПГТ. Ага, ну вот он. Самый, прям на город Новосибирск. Все. Нажимаем сохранить. И у нас сохраняется почтовый адрес. Таких почтовых адресов можно несколько. Например, вы заказываете друзьям посылку. можете добавить. Потом при отправке посылки, об этом мы поговорим, вы его указываете, и посылка уходит. Можете родители, можете, ну, все что угодно, сколько подруги, там, указать почтовый адрес, и будете спокойно, посылка будет туда спокойно уходить. Вот такое вот начальное видео. Все достаточно просто. Мы зарегистрировались. В следующих видео я обязательно расскажу, как делать покупки, как оплачивать, и как получать товар. Вот все гениально и просто. Если спокойненько, обдуманно сесть и сделать, то, в принципе, каждый может совершенно спокойно и без проблем зарегистрироваться, и начать покупать на этом замечательном сайте dx.com С вами был Сергей. Надеюсь, это видео вам было полезно. Подписывайтесь на мой Индия канал. Ставьте палец вверх. Пока, ребята. Продолжение следует...